Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия вторника, наше традиционное время для встреч. Обсуждаем рынки с учетом того, что ключевые события еще на повестке экономического календаря только впереди. Мы стараемся, конечно же, подготовиться к ним, сказать, как можно использовать этот фундаментальный фон, какие инструменты могут показать самые интересные движения. И, в общем, все это делается для наших подписчиков, тех, кто следит за нашим контентом. Тебе традиционно огромное спасибо, что нашел время обсудить рынки. Эта неделя, опять же, насыщена на фундаментальные события. Мы ждем завтра отчета по EDP перед нонфармами, потом заседание американского регулятора. Пусть, безусловно, не ожидается сейчас никаких изменений в процентной ставке, но все равно крайне интересно послушать, что думает или вообще о чем думает американский регулятор в перспективе именно будущих действий, которые будут касаться американской монетарной политики. Потому что мы все-таки как бы не совсем вовлеченные, мы до конца, может быть, и не можем узнать, что происходит с американской экономикой, потому что анализируем какие-то вводные и макроэкономические показатели на поверхности. Ну, надеюсь, что американскому регулятору все-таки на самом деле виднее, что происходит в экономике. Отсюда и такой интерес к самим итогам заседания РЭС, поскольку это точно будет влиять на различные настроения и доллар. Традиционный вопрос в целом по поводу... Наша встреча с тобой была на прошлой неделе, и с тех пор много чего изменилось. Опять же, вышли данные по индексу PC, расходов наличных потреблений в пятницу. Это еще один показатель, который позволяет проанализировать инфляцию. И сейчас вероятность снижения ставки даже в сентябре уже ниже 50%. Кстати, как ты относишься, Виталий, к сценарию, при котором американский регулятор даже может не то чтобы снизить процентную ставку, а вернуться к тому, чтобы их повышать до конца этого года? Просто вероятен такой сценарий, или ты считаешь, что это ерунда? Ну так скажем, вот если даже обратить внимание на эти ожидания, мы ожидали там, ну не мы, а вот эти аналитики там в марте, в марте понижение ставки, потом перенесли на июнь, сейчас уже даже в сентябре сомневаются. То есть я по факту, скажем, смотрю на рынок, что он рисует, на текущий момент, вот если берем S&P 500, да, если у него коррекция закончилась, и мы, я позже график покажу, если мы не поломаем то, что сейчас рисует S&P 500, то скорее всего до конца года не будет там поднятия ставок, или даже в ближайшее время какая-то будет более мягкая риторика, а уже там осенью посмотрим, если инфляция будет расти, и S&P там будет рисовать какие-то шарты, то, возможно, не исключаю такой вариант, что инфляция усилится, и они заговорят о повышении ставок, или даже скажут, что мы вообще понижать не будем, и на этом фоне, возможно, фондовые рынки валятся. Но это уже будет позже, пока я вижу сценарий на ближайшее, там, скажем, лето, да, что фондовый рынок будет расти. Я полностью поддерживаю тебя в этом. Да, и поэтому пока, я думаю, будет мягко, а осенью, скорее всего, скорее всего, ну, что-то будет агрессивное, потому что я ожидаю там снижения фондовых индексов, ну, по циклам там, если рассматривать, уже по факту будем смотреть, ну, как-то вот так. По поводу фондового рынка, я сегодня не буду уходить непосредственно в графики, так просто обозначу, что я разделяю энтузиазм твой и криптинвесторов, которые ждут роста NASDAQ, S&P, Dow Jones, и, опять же, стартовавший сезон квартальных отчетов, возможно, ты за ним слетишь, пока что первые результаты обнадеживают. Действительно, неплохие показатели, я надеюсь, что... Ну, там было с этими, кто это там гэпнул хорошо вниз, NVIDIA, мне кажется, да? Ну, там как бы отдельная история, учитывая ту ралли, которая была показана им. Я даже больше акцент сейчас на Microsoft, Intel, вот, которые отчитались, там результаты неплохие. Ну, он только начался, поэтому, может быть, еще заранее, слишком рано говорить о том, какой тренд будет сформирован по этим релизам. Но пока есть то, что есть, и индекс S&P действительно оттолкнулся сейчас от локального минимума, как и другие индексы, и сохраняет вот эту траекторию на восстановление. Ну что, давай к демонстрации экрана. Начнем тогда с меня. Из нашего традиционного вступительного актива – это индекс доллара. Сейчас котировки 105.70. Фактически, мы видим, что с азиатской сессии, это четырехчасовой таймфрейм, доллар снова повышается. Я думаю, что если бы не укрепление иены вчера, и увидели то, что все со мной согласятся, что даже несмотря на отсутствие комментариев со стороны Минфина и Банка Японии, это были валютные интервенции. Потому что такие масштабные движения хватило проводить, точнее, провоцировать только лишь денежным властям Японии. Никакой спекулянт, либо хедж-фонд все-таки вряд ли сможет потянуть такого рода массивные изменения валютного курса. Ну, в общем, если бы не укрепление японской иены, я думаю, что мы, в принципе, начали бы эту неделю неплохо по доллару, и американская валюта была бы уже выше 106 пунктов. Но сейчас хорошо, что покупатели все же вернулись к монетарным факторам из США, абстрагировались от темы с укреплением японской иены, и вновь обсуждают то, что может произойти с американской процветной ставкой с учетом последних данных по инвесу расходов на личное потребление, с учетом тех настроений, которые есть на рынке перед выходом данных по рынку труда. Ну, может быть, нет смысла сейчас повторять по статистике, что было в пятницу. Если кому интересно, откроете экономический календарь. Посмотрите, я думаю, то, что, вероятно, в своих тоже обзорах ты уже не раз говорил, что происходит с инфляцией в США. Индикаторов... Там еще добавить можно, там четверг выходил ВВП, он вышел ниже, но помимо ВВП там еще есть такой показатель дефлятор ВВП, а вот он показал тоже рост инфляции, то есть среди населения там. Он тоже достаточно такой агрессивный рост показал, поэтому это тоже нужно учитывать. Нам осталось дождаться, по сути, апрельских показателей по инфляции, которые будут подытоживать все вот эти компоненты, которые выходили в рамках недели. И там уже можно будет говорить конкретно, что с инфляцией, потому что уже мы видим, если не касаться базового индекса потребительских цен, который тоже в болоте застрял в узком диапазоне, а вот основной индекс потребительских цен даже растет уже три месяца подряд. Поэтому инфляционные риски увеличиваются, да. Мы видим предпосылки для дальнейшего роста инфляции. Предварительные индикаторы подсвечивают нам, что есть эти опасения. Представители Федерезерва готовят нас к тому, что все зависит от данных, а данные такие, что не позволяют сейчас смягчать экономическую политику. И FedWatch Tool, оценка вероятности снижения ставки в сентябре, это 44% уже. Если мы увидим сильный нон-фарм в эту пятницу, то думают, что можно будет и о сентябрьском снижении ставки забыть и уже смотреть на конец года. Поэтому для покупателей доллара сейчас хорошие условия, чтобы долгосрочно смотреть на рост и до появления первых сигналов того, что политика американского регулятора может измениться, держать эти планги с целями обновления на новых многомесячные максимумы выхода этого инструмента. Я жду даже в рамках этой недели, с учетом оптимистичного настроя под нон-фармы, что индекс доллара выберется выше 106 и продолжит рост. Инструмент, который коррелирует с индексом доллара – это европейская валюта. Здесь ожидание на дальнейшее снижение. Сегодня, кстати, важный день. Буквально сейчас можно даже проверить экономический календарь, потому что сегодня были данные по ВВП Германии, ВВП Еврозоны и индексу потребительских цен Еврозоны. Точнее, они еще на повестке экономического календаря, потому что до выхода данных по ВВП Германии остается буквально 45 минут. Я думаю, что там все-таки не будет обнадеживающего для покупателей сюрприза, и риск и рецессия, они так и останутся актуальными. Напомню, что в четвертом квартале прошлого года немецкая экономика снизилась на 0,3%. Сейчас прогноз, что в первом квартале она подрастет на 0,1%, но я думаю, что там в лучшем случае будет нулевая динамика. А по инфляции в еврозоне я жду сегодня тоже сюрприза, то, что в годовом выражении индекс может скорректироваться с 2,4% до 2,2%, что, соответственно, будет прямо уже очень близко к целевому ориентирую ЦБ. Можно позволить европейскому регулятору, так же, наверное, как и другим центральным банкам за исключением Федрезерва, в июне смягчить экономическую политику. Ну, здесь точно ПРС будет теперь уже отстающим, поэтому у рисковых инструментов мало шансов на долгосрочный рост. И по евро я давно уже ориентируюсь на поддержку 1,05% и надеюсь, что в рамках этой недели мы сможем увидеть пары евро-доллар поближе к уровню 1,0650 или даже отметке 1,06. Так, что касается золота, или золото, опять же, сегодня можно запустить, потому что я смотрю на сантимент, и там значение 50 на 50. Рынок нефти, кстати, 87.23, текущие котировки, смотрю на бренд. Уверен в том, что многие следят за геополитикой, то есть если раньше мы говорили об эскалации геополитической напряженности, сейчас будем оптимистами. То, что переговоры, которые в Каире проходят между представителем Хамаса и Израиля, все-таки к чему-то приведут, давно уже пора. Будут какие-то предпосылки для последующих более глубоких и продолжительных, и крепких договоренностей, которые снимут вот эти геополитические риски, угрозу поставок на мировом рынке и лишит покупателей энтузиастов премий за риск, учитывая вот эти риски, которые присутствовали. И, соответственно, по нефтянке я скептик, в принципе, довольно-таки давно. Я думаю то, что геополитику можно благополучно уже убирать на десятый план и фокусироваться на других водных запасах нефти США, на китайских данных, на долларе. И пока все эти релизы в большей степени за то, чтобы нефть перешла к развитию нисходящей динамики. Тоже жду 85, по-моему, в прошлый раз уже отмечал, что эта цель главная пока на ближайшую перспективу, как будут придерживаться данного целевого ориентира. Поскольку не верю в рост нефти и верю в рост доллара, доллар канадец 1.37 почти текущей котировки. Здесь рекомендую прям брать, покупать не раздумывая, конечно же, с адекватным соотношением риск-менеджмента. Сегодня выйдут данные по ВВП Канады. Это февральский показатель. В свете последних отчетов по индексам производственной активности и сферы услуг, я думаю то, что вряд ли эта статистика сегодня порадует покупателей. Но даже если сейчас опустить предстоящий отчет по ВВП Канады, напомню, что канадский регулятор тоже будет, как и ЦБ, скорее всего, снижать процентную ставку в июне. И предпосылки для этого есть на основании последних отчетов по инфляции, которая снизилась до 2,9 основного индекса потребительских цен и до 2% базовой инфляции. Поэтому снижение цен на нет, что негативно влияет на канадский доллар. Перспектива смягчения экономической политики, потенциально слабый февральский релиз по темпам экономического роста. И четвертый фактор – это тот фон, который я озвучил по доллару, создающий условия для укрепления американской валюты. Мы видим то, что пара уже восстановилась почти на 50 пунктов. Это неплохое движение, потому что в целом доллар-канадец довольно консервативный для своих активов. Но это еще не предел. Я жду 1,3850 и выше. Виталий, слово тебе. Спасибо. Так, демонстрация крана пошла. Так, ну давайте начнем с фондовых индексов. Повторюсь, что у нас вот это снижение, которое было в текущем месяце апреля, возможно оно закончилось, и пока мы находимся выше, так скажем, вот этого, вот этой свечки бара, то есть вот это движение, которое было наверх, то есть вот минимум у нас, ну так скажем, ключевой уровень 5000 пунктов. То есть пока мы выше этого, я за покупки с целью на обновление хая и туда дальше в космос, да, на ближайшее время. Но это что касается S&P 500, что NASDAQ, вот такая у меня картинка. Если мы ломаем вот этот уровень поддержки 5000 по S&P 500, посмотрим, какие у нас будут там заявления на ФРС и так далее, если мы это ломаем, то скорее всего по S&P коррекция затянется на более длительное время, и там дальше будем искать точки входа на шорт. То есть вот такая картинка, то есть ключевой уровень 5000 пунктов. Вот я на прошлой неделе и в обзорах у себя говорил, что за покупки и с ребятами в закрытом канале покупали его. Посмотрим, что с этого получится. Дальше. В принципе, еще можно посмотреть или там без графика. Давайте так быстро, где-то Тесла была. Там что интересного по Тесле. В последнее время выходили плохие отчеты. Я был за шорт, но в принципе падали-падали. Но в последнее время тот же Маск съездил в Китай, договорился, что там все будет нормально у них с китайцами. Это рынок большой. И видим на этом позитив. Пошел хороший импульс наверх. Возможно, это, скажем, пошел разворот вот этого нисходящего тренда, который длится у нас с прошлой весны. Конец весны, вот если брать, мы падаем все время. Да, это может быть как вариант просто отскок какой-то временный. Трейдеры заработали на новостях и дальше мы будем снова падать, потому что отчеты в компании так себе в последнее время. И сокращение, и уменьшение продаж. Поэтому здесь нужно искать точки входа на покупку. С каких-то локальных коррекций, проторговок я бы покупал Теслу. Дальше. По натуральному газу у нас прошла экспирация. Вот я в прошлый раз говорил, что стоит рассматривать покупку натурального газа, но у нас вот экспирация. Дальше коррекция, возможно, закончилась, и я бы рассматривал натуральный газ на покупку с целью условно 2.20, 2.40, 2.50. Ключевой уровень поддержки у нас такой глобальный, это если смотреть по данным котировкам, это склеенный фьючерс. Это 1.67 и локальный, за который я бы, скажем, ориентировался со стоп-лоссами, это 1.90, то есть вот эти минимумы, так скажем, пятницы. То есть если мы их ломаем, то здесь уже лучше фиксироваться и дальше наблюдать, потому что это может быть коррекционный тренд и обновление минимума в 1.5 доллара. Но пока локально я вижу, присутствуют покупатели, и возможно мы в ближайшее время получим такой хороший рост, вот по примеру, как вот здесь был. По нефти в прошлый раз я говорил, что не исключаю рост, мы там локально выросли, но будет ли еще падение, вот ты назвал 85, там 80, в принципе возможно, но я бы здесь пробовал покупать, хотя картинка так себе, я пока сам не торгую, даже не лезу сюда. Но вот этот уровень поддержки, пока мы выше него, 86, возможен дальнейший рост, вообще я в ближайшее время ожидаю по нефти в районе 100. То есть вот эти максимумы, которые у нас были в прошлой осенью, в сентябре, мы туда дойдем. Посмотрим, какая новостная повестка будет к этому. Но картинка так себе вот сейчас, но я больше за лонги. Дальше, что по валютному рынку. Мы в прошлый раз, я давал конкретную рекомендацию на покупку евро-доллара. То есть вот те инструменты, которые я сейчас обсудил, то есть я так скажем, по ним есть какое-то понимание, но вот в прошлый раз обсуждали евро, я конкретно давал совет на покупку, то есть причины. Мы держали его плотно уровень 1.06. Видно, что здесь присутствовал покупатель. Мы сделали первые цели по евро, это 1.07.25. Вот я их назвал. То есть это такой ключевой сильный уровень сопротивления. Вот мы его практически удерживали. Вот раз, два, три. Мы к нему дошли. Дальше, дальше что? Дальше я снова вижу покупки евро. Ключевой уровень на текущий момент поддержки это 1.06.80. Пока мы выше данного уровня, я за покупки с целью 1.08-1.08.50. То есть вот эти максимумы, которые у нас были в начале месяца, то есть с апреля. Возможно, мы туда уже придем где-то в начале мая. Но здесь нужно работать со стоп-лоссами ниже этого уровня 1.06.80, потому что если мы ломаем данный уровень, возможно, там сегодня сломаем, у нас будет небольшой блок статистики по еврозоне, как ты отметил, и по США, в принципе, будет статистика у нас, там какие-то вечером новости будут. И если мы на этой статистике сегодня поломаем этот уровень поддержки, то, возможно, скорее всего, евро будет там дальше падать. Уже по факту там или 0.6 цель, первая такая локальная, дальше 0.5, который ты называл, 0.4. Если мы сегодня это не сломаем, возможно, завтра на ФРС это будет поломано, там какие-то такие заявления будут и так далее. Но я пока сторонник того, что евро будет расти. То есть вот что я вижу технически. Да, я работаю сейчас против тренда, но, в принципе, прошлая неделя была в плюсе. Посмотрим, это будет в плюсе. Если в двух словах добавить еще фунт-доллар, здесь я аналогично ожидаю роста. Вот я, кстати, на прошлой неделе мы удачно его покупали с самого минимума вторника. То есть там выходили эти PMPY по Британии, они вышли хорошие. Здесь был такой пин-барчик нарисовали. И так неплохо прокатились 200 пунктов наверх. И на текущий момент аналогично ключевой уровень поддержки 1.24.50. Вот пока мы выше него, вот он, я целюсь с целью 1.27 условно. Это первые такие цели. Дальше там возможно 1.30. Тоже при условии, как и по евро, что мы в ближайшее время не поломаем эти уровни поддержки. Если мы их будем ломать, то я, в принципе, переключусь дальше на шарты. То есть уже по факту там буду смотреть. Вот как-то вот так. Ну и, в принципе, вот это основные инструменты. Ну, там еще интересна тоже картинка по новозеландскому доллару. То же самое. У нас уровень поддержки 0.59 условно 30.25. Здесь, в принципе, то же самое, что по евро, что по фунту. Ну, если мы сегодня не сломаем, то дальше возможен рост хоть и против тренда. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Ну что ж, ждем тогда реакции доллара на этот насыщенный фундаментальный фон этой недели, на ФРС, на данные по рынку труда. И в следующий вторник обсудим, будет ли это влияние достаточным, чтобы какие-то новые тренды сформировались, либо развились прошлые. У нас есть возможность с тобой встречаться как раз каждую неделю. Ну что, тебе тоже хорошего трейда, как и всем нашим подписчикам, если будешь работать по этим новостям. Хороших сделок, прибыльных и хороших выходных. Спасибо. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok